Операции украинские вояки выкрали с территории ДНР, так как считали его носителем важной информации о том, как в небе над Донбассом был сбит малазийский бойн. Цемаха удалось вернуть домой. И вот теперь выясняются интересные иногда и жуткие детали того, что с ним происходило в плену. Вот, запомните это слово, жуткие. ...вышинскому, который не понаслышке знает, что такое украинская тюрьма. Так вот, в числе прочего, Цемаха сказал, как его после похищения допрашивали австралийский и голландский следователи. На истории жутких обращений с Цемахом купился я в племенного панон. Я, если мы поступим сходным образом и сходным образом с каким-нибудь гражданином, не дала, поговорим. ...выясним, что-нибудь... ...своё время потерял на просмотр программы «Время» этого отрывка. ...хотя давным-давно про российскую живость знаю хорошо телевизионных бонзов. ...хотя это было... ...это первый раз, когда историю Владимира Цемах можно услышать от него самого, а не в изложении украинских сил. Роздафиль Наживко. Официальный Киев, а с его подачей международная следственная группа считают Цемаха чуть ли не главным фигурантом в деле малазийского Боинга. И всё потому, что летом 2014 года Владимир Цемах служил в ополчении и отвечал за противовоздушную оборону в городе Снежное, в окрестностях которого самолёт и потерпел крушение. Ну это беспредел по большому счёту. Это нехреально. Против меня нет и быть ничего не может, потому что я не участвовал в этих событиях и пытался сделать из меня по большому счёту каким-то козлом отпущение. Для его похищения летом этого года Киев разработал целую спецоперацию. К тому времени Цемах давно ушёл в отставку, поэтому силовики нашли его дома в Снежном. Огрели пистолетом по голове, вкололи транквилизаторы и переправили через линию разграничения для прикрытия, открыв огонь по позициям ополченцев. С той стороны произвели миномётный обстрел, но сказали, будут кидать пять мин. Они почему-то кинули шестую. Я говорю, так, наверное, лучше сразу прикопайте. Я говорю, ну чего издеваться, то дальше. А уже через день он был в Киеве, где узнал, что его обвиняют в терроризме. После этого начались бесконечные допросы с участием украинских следователей, полицейских из Голландии и Австралии. Реальных фактов для обвинения Цемаха сыщики так и не нашли, поэтому в ход пошли угрозы и обещания покровительства, если он даст нужные показания. Представитель генпрокуратуры говорит мне, ты же смотри, тебе не обмен, тебе только по жизни светит. Но очень много будет зависеть от того, какие-то даже ответы вот этим товарищам. Ну, предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не Австралию? Это меня удивило. Но я торгаться не стал. В итоге, после нескольких месяцев в тюрьме, Киев включил Цемаха в список на обмен. В Россию он летел в одном самолете с журналистом Кириллом Вышинским. Именно ему он даст последствия это интервью. Официально обвинения в Цемахе еще не сняты, но он все равно предпочел вернуться домой, в Донбасс. А что он бояться-то? Ну, реально, я считаю, я не считаю себя террористом, я защищал свой дом. Кого они боятся? Я считаю, что эти товарищи как-то, ну, они подсудили. Трудно сказать, как поступит теперь Международная комиссия, которая, похоже, не сумела найти свидетелей для оправдания своей главной версии о том, что к крушению Боинга якобы причастна Россия. Но теперь и сам Владимир Цемах не исключает обращение в Международные суды, чтобы добиться наказания для украинских силовиков, которые выкрали его из родного города и незаконно держали под стражей. Павел Краснов, Светлана Ведяшкина и Сергей Филиппов. Первый канал. Ну, как, ни у кого нервы не сдали от жутких историй обращения с этим Цемахом СБУ и голландских следователей в Украине.